Что же за такие аббревиатуры? ИЖС, СНТ, ДНТ, ДНП и ЛПХ. Разберем плюсы и минусы каждого вида земли. С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. И перед тем, как начать, давайте поставим авансом лайк этому видео, подпишитесь на канал. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы приходило напоминание о новом выпуске на канале. Поехали! При покупке земельного участка важно знать много нюансов. Не на каждом можно выстроить дом, чтобы проживать в нем со своей семьей круглогодично. Например, на одном участке можно возвести коттедж, а на другом только дачный домик. Все зависит от того, к какой собственности и классификации относятся участок. Кроме этого, от статуса земли зависит ее стоимость, благоустроенность, возможность оформления регистрации. В этом видео разберем расшифровку аббревиатур ИЖС, СНТ, ДНТ, ДНП и ЛПХ. Разъясним особенности, преимущества и недостатки этих видов классификаций. Начинаем! Итак, участок ИЖС. Что это такое? ИЖС расшифровывается как индивидуальное жилищное строительство. Участки с таким статусом располагаются в пределах населенных пунктов, соответствующей инфраструктурой, в соответствии со статьей 48.3 градостроительного кодекса. На земельном участке с таким статусом можно возводить капитальное жилое строение. Главное, чтобы высота была не более трех этажей. Преимущества ИЖС. Основные достоинства на земельном участке ПДЖС – возможность регистрироваться по месту жительства. Правда, только после возведения жилого строения. Другие преимущества такие. Банки охотно выдают ипотеку на покупку участка ПДЖС. В населенных пунктах с развитой инфраструктурой не возникает проблем с тем, чтобы устроить ребенка в школу или детский сад. Собственник участка имеет право свободно подключаться к основным коммуникациям. На практике такое встречается довольно редко. Есть возможность пользоваться всеми социальными услугами и привилегиями при их наличии. Кроме этого, при покупке такого объекта можно оформить имущественный вычет по НДФЛ, но только при условии официального трудоустройства собственника участка ПДЖС. Недостатки земли ПДЖС. В соответствии с законодательством в каждом регионе установлены определенные ограничения размеров участков под индивидуальное жилищное строительство. А перед строительством объекта все необходимые документы, акты, проекты и прочие бумаги нужно согласовывать в соответствующих государственных инстанциях. Что же запрещено на участке ПДЖС? Законодательством установлены определенные запреты по поводу использования участков с таким статусом. Собственникам запрещается производить или реализовывать ритуальные товары, организовывать переработку сельскохозяйственной продукции с целью получения прибыли. На участке ПДЖС нельзя строить объекты для производственного или коммунального использования. СМТ. Что это такое? СМТ расшифровывается как садоводческое некоммерческое товарищество. Земли с таким статусом расположены за пределами населенных пунктов. Изначально такие участки предназначены для земледелия. Собственник участка становится членом товарищества, поэтому он должен регулярно вносить членские взносы и может принимать участие в собраниях. Преимущества земель СМТ. По сравнению с землями ПДЖС в СМТ участки строят гораздо дешевле. Они расположены, как правило, в сельской местности, то есть в зонах с хорошей экологией. Недостатки СМТ. Участки в СМТ не запрещено возводить жилые строения, но они будут считаться дачными домиками, даже если в них кто-то будет жить круглогодично. И это обосновано со статусом такого земельного участка. Другие недостатки. Все необходимые коммуникации собственник участков подводит за свой счет. В построенном доме сложно оформить регистрацию. У участка в СМТ, как правило, площадь не более 15 соток. Еще одним важным недостатком является то, что участок в СМТ банки неохотно берут в залог. Это усложняет процесс его приобретения, если нет собственных сбережений. ДНТ. Что это такое? ДНТ расшифровывается как дачное некоммерческое товарищество. При покупке земельного участка с таким статусом нужно будет платить членские взносы. Также каждый собственник становится участником объединения владельцев. Все решения, которые связаны с подводом коммуникации, покупкой инвентаря и прочих средств, средств и материалов для общего пользования принимаются на общих собраниях. В соответствии с Федеральным законом номер 66 – о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. На участках в ДНТ можно возводить дачные домики и хозяйственные постройки для хранения инвентаря. Разрешается заниматься и земледелием, и ведением личного подсобного хозяйства. Преимущества ДНТ. Основным из них является низкая стоимость. Участки могут располагаться как в черте города, так и за ее пределами. Как правило, земли плодородные и находятся в экологически чистой местности. Возводить строение собственник участка может по своему усмотрению. Недостатки ДНТ. К ним относятся следующие. Отдаленность от основных социальных объектов. Сложность при подключении коммуникаций. Без общего собрания их подвести не удастся. Необходимость постоянно вносить членские взносы и посещать собрание правления. Но если рассмотреть более детально, такие недостатки не станут преградой для приобретения небольшого загородного участка в экологически благоприятной зоне. ДНП. Что это такое? ДНП – это дачное некоммерческое партнерство. Участки с таким статусом отлично подходят для возведения дачного домика. Как правило, земли располагаются за пределами городской черты, но встречаются и в черте населенных пунктов, что в значительной степени приравнивается и к участкам для индивидуального жилищного строительства. Собственник участков ДНП является студентом такого партнерства и в его обязанности входит регулярное внесение членских взносов. Преимущества участков ДНП. На таких участках возможно возводить дом, но без права признания его жилым. То есть даже при строительстве дома для круглогодичного проживания не выйдет получить для него статус жилого объекта. Стоимость участков ДНП ниже, чем по ДЖС, но и есть здесь определенные нюансы. На участке может быть расположено капитальное строение. Следовательно, стоимость земли вместе с объектом в некоторых случаях превышает стоимость участков даже по ДЖС. Если участок расположен в черте населенного пункта, в доме можно зарегистрироваться. Обоснование. Постановление Конституционного суда номер 7 2008 года. Вот ссылочка. Недостатки участков ДНП. Они такие же, что и участков в СНТ и ДНТ. Первое. Сложности приобретения участка или строительства в ипотеку. Второе. Подведение коммуникации за свой счет. Третье. Сложности в оформлении капитального дома в качестве жилого объекта. Четвертое. Нет возможности оформить регистрацию. Такой участок возможно использовать только в сельскохозяйственных целях. Также не стоит забывать, если участок расположен за пределами населенного пункта, возникнет проблема с оформлением детей в школы и детсады. А также с использованием других преимуществ городских жителей. Участки ЛПХ. Что это такое? ЛПХ расшифровывается как личное подсобное хозяйство. Участки с таким статусом могут быть расположены как в городской черте, так и за ее пределами. В зависимости от этого и определяется их назначение, а также область использования. Если участок расположен в городской черте, его можно перевести в ИЖС. Это повысит его стоимость, а также даст возможность возводить на нем жилое строение с правом оформить регистрацию в нем. Если участок расположен за пределами населенного пункта, строить на нем дом запрещено. Такие земли выделяются только для ведения сельскохозяйственных работ. Преимущество участков ЛПХ. Если участок находится в черте населенного пункта, банки охотно выдают под него кредит. На нем можно вести фермерскую деятельность. Это не предпринимательство. Если все происходит на участках под ЛПХ, а значит не облагается налогами. Недостатки участков ЛПХ. На тех участках, которые находятся за пределами населенного пункта, запрещено возводить строение. Кроме этого, земли выдаются в виде паев, на которых придется что-то выращивать. Уважаемые подписчики, если вы решили купить недвижимость и думаете, как сэкономить на услугах риэлтора, специально для вас я подготовил онлайн-курс как самому за несколько минут проверить продавца недвижимости на долги, суды, банкротство и так далее. Для этого переходите по ссылке в описании под видео и проходите регистрацию. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Пока!